Добрый день! Вы решили купить себе ноутбук и хотели бы, чтобы он был чтобы он справлялся с современными играми с задачами с программами тяжелыми и не знаете, какой выбрать ассортимент довольно большой и как с ним совладать вы не знаете цены различные цены на ноутбуке колеблется приблизительно где-то от 35 и до бесконечности и даже не факт, что вы купите вы можете купить ноутбук себе и за 70 тысяч думая, что я купил себе ноутбук за приличные деньги наверняка он потянет все игрушки, имеющиеся сейчас на просторах интернета и тут вы понимаете, что он не только не тянет их а он еще и шумит как зверь и греется как паровоз или как кипятильник и думаете, да как же так стоил столько денег а он может только какие-то программы бухгалтерские поддерживать и все и вот чтобы с этим не столкнуться чтобы быть чтобы вам сделать более-менее правильный выбор на это и рассчитано данное видео надеюсь, что это видео кому-то поможет по крайней мере, может быть, оно сориентирует как проверять ноутбуки перед покупкой вы хотите выбрать себе ноутбук и думаете, какой бы взять если вас, например, интересует ноутбук может быть слегка подержанный но зато подешевле и, допустим, сейчас на Авито зайду и на Авито куплю себе игровой ноутбук заходите на Авито, пишите игровой ноутбук на Авито огромное количество ноутбуков в разной ценовой категории и люди пишут, что они игровые и, тем не менее, давайте проверять вот ноутбук человек пишет, игровой не стыдно отдать процессор AMD 6 ну почему бы и нет не стыдно отдать 6 гигабайт памяти начинаем проверять и тут сразу задаешься вопросом человек хочет 25 тысяч за игровой ноутбук то есть вы понимаете, что наверное, он должен во что-то играть какие-то игрушки он должен тянуть и чтобы это узнать нужно понимать а что за начинка в этом ноутбуке и начинаем искать если нет никакой информации и, как правило, такую информацию люди скрывают ну вот тут вот пишут человек пишет процессора AMD A6 а что это за процессор? а потянет ли он современные игры? написано, что игровой ноутбук а дальше-то что? начинаем искать у него есть картинка на картинке есть название процессора A6-4400M давайте проверим этот процессор заходите на сайт Technical City выбираем процессоры и пишем A6-4400M он его нашел A6-4400M посмотреть и мы видим, что этот процессор он его нашел и мы видим, что этот процессор май 2012 года ему 9 лет этот процессор сейчас ну, сомневаюсь, что он потянет какие-то современные игры ну, даже не современные давайте обратимся к описанию характеристики процесса два ядра два потока уже сомнения что он игровой так а вот в самом низу тут будут еще тесты в бичмарках в различных тут различные тесты проходят и вот мы опускаемся вниз ниже, где будет идет тест данного процессора с игрой игра Ведьмак 3 Дикая охота игра с довольно хорошей графикой и очень требовательная и вот мы видим, что данная игра которая 15-го года дата выхода а где-то в годы с 16-го она поступила в продажу и вот мы видим, что эта игра 15-го года этот процессор ее не то, что не тянет не факт, что она вообще запустится на нем то есть минимальные требования а он вообще где-то там в далеке далеком и вот мы разобрались что не каждому объявлению Авито нужно доверять посмотрели игровой ноутбук да, хорошо написанному верить но проверять заходим на сайт Technical City и то, что хотите купить забиваем данные ноутбука там и проверяем потому, что еще раз говорю написать можно все, что угодно а по факту будете с Excel разве что играть игровой ноутбук для Excel ой, классная штука также если вы хотите купить все-таки подержанный ноутбук очень много ноутбуков там может быть с битой матрицей то есть кто-то долбанул по ноутбуку чем-то ударил и на матрице появилось пятно в это пятно никогда не увидите если будет картинка пестрая вам кто-то поставить заставочку вот такого плана ну попробую здесь определить где тот рисунок а где засвет не определишь поэтому мой вам совет перед покупкой если вы покупаете не новую технику речь идет о ноутбуках моноблоках мониторах для компьютера если вы покупаете не новую включайте ноутбук включайте это устройство заходите там же Windows установлен заходите нижний левый угол Windows окошечко Windows и Windows стандартное ищите стандартный Windows заходите и выбираете блокнот блокнот нажали у вас открылся блокнот и это белый лист экрана открываете и вот здесь вот на нем вы уже ищете все недочеты которые могут быть то есть если есть пятно если битая матрица то это будет видно на пестром рисунке они могут это завуулировать так что битая матрица будет какой-нибудь там лучик подведут подбитые подбитую матрицу или пиксель и вы это не увидите на белом на белом на чисто белом экране так все недочеты будут видны если собрались покупать ноутбук или компьютер обращайтесь всегда проверяйте тот процессор который вы выбрали проверяйте на сайте Technical City показывают всю информацию по видеокартам и процессорам а это как раз самая главная часть если процессор и видеокарта устраивают если показатели по ним хорошие то берите не пожалеете а если вам пишут что ребята все супер берите самая выгодная покупка только сегодня только у нас а вы проверяете а там такой казус как же так и не забывайте про сайт Екаталог в котором можно сделать выборку по параметрам в параметрах можно выбрать и параметры видеокарты и параметры процессора и посмотреть какой какие ноутбуки продаются по минимальной и подобрать себе ноутбук по той цене которая вас устроит установить процессор проверить его на сайте техникал сити подобрать себе магазин в котором купить и приобрести данный ноутбук если же вы решите купить ноутбук на торговой площадке ну соответственно так же это дело все перед покупкой можно будет проверить и сделать правильный выбор а не кидаться на первую попавшуюся фразу игровой ноутбук или скидка 50% а ты понимаешь что там и нет скидки никакой вот если это видео было вам интересно прошу ставить лайки подписываться на канал